Подлатать не получилось. Одноэтажный корпус детского сада Чебурашка в поселке Ковернино капитально ремонтировали в 2019 году. Тогда поменяли кровлю и окна. Однако внутреннее убранство не сильно изменилось. И яркие детские игрушки не могут перетянуть фокус внимания с трещин в стенах. С рабочим визитом в учреждение образования приезжает Глеб Никитин и сразу указывает главе района на недостатки, которые бросаются в глаза. Порядки должны содержать вы сами. Такого рода объекты. Кровлю сделали. Приведите в порядок. Хотя бы косметический ремонт внутри сделайте. Правительство региона, зная состояние объекта, приняло решение о строительстве нового детского сада в поселке. Мы такое решение приняли, что мы будем финансировать такое строительство. Оно начнется с 2022 года и продлится два года. В 2023 году уже будет создан новый детский сад. Эти детские сады можно будет перепрофилировать в иные учреждения социальной сферы или использовать их по каким-то иным направлениям назначения. В Кавернине также построят спорткомплекс с бассейном, игровыми залами и ледовой ареной. Пока спортивный сектор ждет обновлений, в сельском хозяйстве района уже применяют инновации. Племзавод имени Ленина – образцовое предприятие, которое выращивает сельхозкультура, производит молочные и мясные продукты. В этом году Племзавод строит молочный комплекс, а в прошлом реконструировал два телятника и максимально автоматизировал работу с помощью роботов. Глеб Никитин посещает и главную визитную карточку Кавернинского района – предприятие «Хохлома» в деревне Сухоноска. От народных художественных промыслов губернатор отправился в село Хохлома. К нему ведут две дороги, которые получили гневную оценку от жителей региона. На этих участках обновят дорожное полотно. Отметим, в прошлом году в районе отремонтировали уже 31 километр дорог. Одним из главных событий рабочей поездки стало посещение центральной районной больницы. Глеб Никитин отметил молодость кадрового состава и отсутствие значимого дефицита специалистов. А вот внешний вид ЦРБ похвалы точно не заслуживает. Региональное правительство направит около 130 миллионов рублей до конца 2025 года на закупку оборудования и капремонт. Но до тех пор оставлять больницу в таком состоянии нельзя. «Есть, безусловно, бросающиеся в глаза недопустимые признаки, да простит меня главный врач, бесхозяйственности. Есть вещи, которые можно сделать и силами больницы, и нужно делать силами больницы. Когда именно в самом стационаре я вижу шелушащиеся стены, отваливающуюся штукатурку, в таких условиях, конечно, получать медицинскую помощь некомфортно и неприятно». Кавернинская больница в этом году получит три легковых автомобиля высокой проходимости. «Для меня всегда был важен приезд Глеба Сергеевича в район, потому что каждый приезд – это не просто разговор, а это решение. Это самое главное». Из Кавернинского района Глеб Никитин отправился в сторону Горьковского водохранилища в Сокольский городской округ и по плану рабочей поездки посетил центральную районную больницу. «Здравствуйте. Кабинет оснащен. У нас есть АКП-аппарат». ЦРБ ждет ремонт и новое оборудование, в частности аппарат для ультразвуковой диагностики. Всего до 2025 года больница получит около 200 миллионов рублей. Ремонт также ждет 18 ФАПов, два офиса врачей общей практики и четыре участковые больницы. В четырех населенных пунктах решено не проводить ремонт старых ФАПов, а построить новые. А вот обновленный интерьер удалось увидеть в Сокольской школе, где к этому учебному году провели капитальный ремонт. В техникуме индустрии, сервиса и предпринимательства Глеб Никетин проводит совещание по вопросу профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования. Конкретное решение было найдено. Здесь в Сокольском есть отличное предприятие швейное. Было заявлено, что 25 человек готовы трудоустроить. Прямо сейчас, если мы переориентируем на подготовку швей программы этого техникума. Есть задача системно эту информированность повышать. В маршрут рабочей поездки включили фабрику по производству флизелиновых обоев. Реальный драйвер сейчас это главный уже теперь и первый налогоплательщик Сокольского бюджета, бюджета городского округа. Если будет продолжаться так же и дальше, то, конечно, и сам округ будет более экономически независимым и обеспеченным. Поездка по районам Нижегородской области завершилась на набережной Горьковского моря с обсуждением планов благоустройства Сокольского. Александр Шеломцев, Александр Фомин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова